Дворец Стопкапы стал не только центром управления империей, но и образцом художественного оформления. Здесь соединились традиции Востока и Запада, родились уникальные выразительные средства турок-османов. Приемники Сулеймана продолжали его архитектурные традиции, украшая комнаты дворца еще более замысловатыми художественными деталями. Сегодня команда реставраторов воспроизводит работу турецких мастеров классического периода. Изразцы дворца Топкапы – отличный пример керамики эпохи османов. Сейчас мы заново расписываем восстановленные фрагменты аутентичных изразцов, используя те же цвета. Павильон Реван был построен в 1635 году в честь взятия Еревана, нынешней столицы Армении. Здесь художественный стиль Османской империи, обогащенный новыми завоеваниями, достигает своего апогея. В 1504 году глава азербайджанской династии Софивидов Шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу Хану построить крепость на скалистом берегу реки Зайнги. Тогда никто не ведал, что через 400 лет здесь, на исконно азербайджанских землях, обоснуются армяне, разрушат крепость, а Зайнги назовут Разданом. Крепость была возведена за 7 лет и названа в честь Ревангулу Хана Реван, а позже и Реван. Там было 8 мечетей, 800 домов. В них жили только представители титульной нации – азербайджанцы. Сегодня в Ереване нет ни ереванской крепости, ни дворца ереванских ханов, ни домов с восточным орнаментом, ни азербайджанских мечетей. Во всех городах мира с оборонительными традициями крепости сохранены как историческая достопримечательность – сердце города. А в Ереване этого сердца нет. Оно вырезано. В начале 60-х – в бытность СССР, когда Азербайджан и Армения считались братскими республиками. Теперь это единственный в мире город-крепость без крепости, так называемый древний город без старинной архитектуры. Вот Еревань конца 19 века, а вот Ереван конца 20 века. Это два разных города. Как видите, от Еревани в Ереване ничего не осталось. Благо, что русские этнографы и инженеры отобразили в своих трудах облик азербайджанского города Еревань. Благо, что вице-президент Академии художеств России князь Гагарин, великий русский художник-баталист Франц Рубо, художники Машков, Сергеев, Грушев, передали дух азербайджанства в своих картинах и литографиях. Сегодня все это – документальные свидетельства, которые стали своего рода обвинительным актом против армянского вандализма, против разрушителей шедевров древней цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok